Последнее пророчество Дня Господня великого и страшного И он обратит сердца отцов к детям И сердца детей к отцам Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием Раз и конец Вообще, да, вот Торы, вот это вот Писание Ветхого Завета Я начал Почему-то думать о том Что такого важного, необходимого есть Почему нужно Почему отцы не могут сами по себе Дети сами по себе двигаться Ну, такие интересы общие У отцов и у детей, обычно немного Общих интересов, то есть дети Они такие все прогрессивные Продвинутые, модные Отцы, они, ну как В какой-то момент все равно человек с возрастом Перестает развиваться Перестает следить за модой За какими-то тенденциями Может ходить в одних там этих штанах До смерти уже Ну, то есть останавливается Какая-то погоня Молодые же наоборот Они гонятся за всем Вот свежим, новым Таким А пожилые уже Такое проверено Испытана Вот эта вот кашка По утрам Каждый день Овсяная И все Что же это менять Оно работает Насыщает Молодежи Нет, что-то Что-то хочется Новенького Надоедает Одно и то же И вот Вроде бы как Общих интересов Мало Мало У отцов и детей И часто там враг сеет разделение Потому что отцы не понимают детей Отцы хотят Дети, чтобы дети были Как они А дети говорят Да нет, вы отстали уже Папаша Да Отстали вы уже От жизни Уже никто Никто так не танцует Уже Да, как вы там Танцевали Все Уже другие танцы Другие идеалы Какие-то и цели И мы говорим Вот это в наше время У нас не было этих Игрушек Там, да Сами себе делали Но время поменялось Сегодня уже не надо Ребенку сидеть Плести из ниток себе куклу Помните, как мы эти Делали С цветочков делали кукол Я даже делал Оторваешь цветочек Что-то там вставляешь Кукла в платье Сейчас нет нужды в этом Время поменялось Потому что И вот одна вещь Которую я услышал Когда я об этом думал Думал, думал, думал Вдруг Господь сказал Такую вещь Смотрите Я ее записал Сейчас, чтобы Не промазать В слове Есть то, что Отцы не смогут А юноши не сумеют Видите, какая разница Есть то, что Отец То есть уже человек В возрасте Не сможет Вот как есть физически Вот он не может Марафон уже бежать Он не может уже На гору залезть Он уже не может Там на велосипеде Вжаривать Там целый день Но есть то, что Юноши или молодые Или дети Не сумеют У них нет Опыта, навыка Который есть у отцов И когда соединяются Вот эти два элемента Вот так работает царство Так вот я услышал Вот так работает царство Божье Когда юноши И отцы То есть дети и отцы Молодое И уже зрелое Я не говорю старое Я говорю зрелое Движутся вместе То есть весь этот опыт Вся эта мудрость Она направляет Эти молодые силы Которые Сами посоветовка Могут ломать дров Не имея ни мудрости Почему Тренера в основном Это люди Ну не 18-летние Не 20-ти То есть это люди Которые уже имеют Какой-то опыт Опыт Сами пройдя И они Понятно Он не может уже взять И сделать то Что делает его Подопечный Или подопечный Сам Но он знает Как направить Так чтобы Эта энергия Эти силы Не были потрачены В пустоту То же самое Духовном И Бог сказал Что пророческое служение Будет соединять Вот эти поколения Вот эти вот Возраста Зрелое Такое уже Опытное Проверенное И молодое Энергичное Но Несмышленное Еще Когда это соединяется Появляется Новое поколение Армия Иисус Навин И Халев Вели Войска за собой В Ханан Поэтому Как бы Здесь не получится Вы нам не нужны И вы нам не нужны А молодежь Все время загоняет Ну и идите отсюда А старики Отстали от жизни Ничего не понимают В Царстве Божьем Так не получится Чтобы было У одних царств У других не было То есть Каким-то образом Пророческий дух Будет соединять И есть Пророческое слово Я его получил Я его получил На днях Очень переживаю До сих пор Об этом Но перед этим Вот несколько моментов Я чувствую Тоже Коснуться О теле О теле Христа Первое Когда кто-то Рядом с вами Проходит Испытание На самом деле Испытание Проходят Все Кто его Окружает Вот Видели Когда человек Под испытание В атаке Там в каком-то Вот Ну Проходит что-то Это касается Абсолютно Каждого из нас То есть Да Это касается Его Но Это испытание На то Как мы будем Относиться К тому Кто проходит Испытание Для нас То есть Если что-то Случается В его жизни Да Это его испытание Но Я испытываюсь На то А как я Поведу себя Отстранюсь Или где-то там Как друзья Иова Начну себя вести Или Помогу То есть Брат Чем я могу тебе Помочь В данной ситуации Давай Я буду молиться Да Хорошо Что еще Совет Могу дать Что еще Можем что-то сделать Поэтому Чье-то испытание Это испытание Всех Нас И отсюда Вот второй момент Сейчас тоже Это все Разбросано Смотрите Не пытайся Искать причины В следствиях Не пытайся Искать Если что-то В мою жизнь Происходит В ней Вот это откуда Отношение К тебе Людей Это следствие Отношение Отношение Ко мне Людей Это не Причина У меня Никто не Любит Почему И я Начинаю Искать Причину Нет Отношение Ко мне Людей Это следствие А вот Мое Отношение К людям Это Причина Понимаете Вот Тонкая То есть То Как Относятся Ко мне Очень часто Это результат Того Как я Что-то Сеял Относился То есть Как ты Реагируешь На что-то Это Семя Мое Отношение К людям Это Семя В будущее То есть Я сею И оно Обязательно Прорастет Видите Это Сочетается Вот С тем Что Кто-то Проходит Испытание Ну Допустим Вот Рик Джойнер Вот Этой Очень Мне Очень Коснулось И Ну Это То О чем Говорит Господь Вот В этом Видео Где он Рассказывал Про Туда Бентли Да Что Ну Как Для меня Да Это Поражение Было То Что Они Развелись То есть Это Не Какой-то Там План Б Это Поражение То есть Всякий Развод Распад Семьи Это Поражение Но Здесь А дальше Что Да Вот Дальше Что И помните Как люди Подходили Очень известные Служители Говорили Не давай Ему Проповедовать Пусть Сидит Там Пять лет Там Где-то Отсиживается Не давай Не давай То есть Все Он Не имеет Права И помните Что Джойнер Сказал Что Те Кто Больше Всех За это Ратовали В итоге Сами Потерпели Поражение Кто-то Ушел Из жизни Кто-то Развелся Сам Поэтому Мое Отношение К тому Когда Кто-то Рядом Проходит Испытание Это Семя Вот В то Когда Я буду Проходить Это Испытание Как Я его Пройду Поэтому Мудрый Он сеет Заранее Даже Я так Скажу Отношение Вот В семье С женой С детьми Это тоже Семя То есть Если я Сею В детей Какой-то Гнев Злость Я это Пожну От них В первую Очередь Когда Они Подрастать Я не Будет В мою Жизнь Это Будет Приходить И потом Родители Говорят Откуда Это Такое Случилось Что Это Мой Сыночек Моя Дочечка Так Се Ведет Так Потому Что Сеялось Сеялось Мы Ехали На Днях Сослужения С мамой Моей Мамой И Знаете Начали Вспоминать И Оказывается Вот Хоть Прошло Много Лет Бабушки Моей Уже Нет На Земле Она В Вечности Много Лет Прошло И Я Был Довольно Ну Как Тоже Уже Много Прожил С тех Пор Но Я До сих Вот Врезались Ее Многие Слова Таких Вот Язвительные Слова Проклятий Которыми Вот Она Проклинала Меня Маму Мою И Даже Мама Это Помнит И Мы Сели Думаешь Представляешь Какая Сила У Это Семя Бум И Вдруг Половишься На Мысли Что Уже Ты Хочешь Своего Ребенка Так Проклясть Как Тебя Проклинали Да Не Будет Этого У Меня Такое Знаете Иногда Находит Какой Насчет Детей Там Гнев Бывает Так Что Сделает Но Вторая Мысль А Как Отец Относится К Тебе В Таких Ситуациях Так И Ты Относись К Семя Когда Мы Сеем Злость Мы Поженем Злость Но Когда Мы Сеем Доброту Что Такое Благодать Это Доброта Незаслуженная То есть Я Проявляю К своему Ребенку Незаслуженную Доброту Не Просто Закрыть Глаза А Сделать Даже Что Хорошее Оказывается Вот Это Лечит А не Палка И Хворостинка Хотя Хворостинка И мешок Тоже Имеет Место Перед тем Как Перейти К Пороческому Слову Вот Есть Я заметил Есть Три Категории Людей Вот Общаясь С христианами Служителями С просто Верующими Сочувствующими С прихожанами С такими Членами Церкви Я Для себя Выделил Три Категории Людей Первая Категория Это Уже Определившиеся И укорененные В чем Их Уже Не Изменить Их Уже Не Перенаправить На другой Путь Есть Люди Не обязательно В хорошем Это может быть Не в правильном Тоже Вот Они уже Все Хоть ты кол На голове Ему забивай Он остается В своем То есть Человек Определился И он уже Не ищет Ничего Другого Все Он будет уже Переть Как танк В этом направлении Если Ну Может какие-то Там Совсем Уже Бедствия Не придут И что-то Его там Переосмыслить Заставить Определившиеся То есть Что хочешь с ними Делай Они идут По заданному курсу Никакие Кондоаргументы Их не трогают То есть Ты можешь Приводить места Писания Ты можешь Что-то говорить Даже не задумываться Нет и все Я знаю Вот все Я туда иду Это может Это может быть Как хорошо Так и плохо Второе Ну Большая Горья Конечно Это люди Ищущие Ищущие Они уже Не младенцы То есть Это не какие-то Знаете Такая вот Толпа Нет Это уже люди Подросшие Они уже Кое-что поняли И находятся В поиске Оставив Насиженное Какое-то место Они ищут Где Господь Где Вот то место Где Я вижу Так Это не мое Нет Не хочу В этом То есть Вот с этим Мне не по пути Что прут как танк К примеру И начинают искать И они такие Они уже задают вопросы Они уже неудобные Для пасторов Такие члены Не покладистые Которые Что сказал То и делают А ну иди Возьми кредит Пошел взял Они уже говорят Да нет А что я буду Правильно Написано Должник делается рабом Почему пастор Ты меня толкаешь В рабство Оп Уже такой Да неудобный Такой Элемент И так далее То есть это люди Вот с которыми В основном Мы общаемся В последнее время Через интернет Вот с такими И есть огромная масса Последователей За теми Вот кто уже прет Последователи Это младенцы Они не думают Не думают Они просто Слепо Следуют Их в принципе Все устраивает На том месте Где они И по большому счету Им все равно То есть как маленьким детям Им все равно Что им покушать положили Во что и ходили Им все равно У них нет Какого-то своего мнения Так скажем То есть они просто Идут за Вот Первой категорией Это большущая Конечно Большущая масса Вот этих Младенческого Такого христианства Соответственно Самая готовая Это вот вторая категория То есть люди Которые он уже Понял Что еще Уже не там Но еще не там И теперь Вот это все К пророческому Этому слову Слово серьезное Я Ну вот С откровения Одиннадцатой главы Оно оттуда В чем отличается Пороческое слово От пророческой Проповеди Или просто Проповеди Или учения То что Пророческое слово Указывает не на просто Какую-то тему Вот Господь дал Какую-то тему осветить Или вот Куда проблемы коснуться А это указывает Оно связано с Кайросом То есть Что с каким-то Временем Которое сейчас Открывается Просто ворота Для этого Вот прямо Вот в этот момент И мы уже Как-то должны На это среагировать Одиннадцатая глава Откровения И дана мне трость Подобная Жезлу И сказано Встань и измерь Храм Божий И жертвенник И поклоняющихся В нем Ну в храме Да Встань и измерь Храм Божий Жертвенник И поклоняющихся В нем А внешний двор Храма Исключи Не измеряй Его Ибо он Дан Язычникам Они будут Попирать Святой город Сорок два месяца Точка Вот такое вот слово Я не говорю что сейчас Время для исполнения Этого слова Именно Ну в данном контексте Всего написанного Но это вот Что пророчества Библии Могут исполняться Многократно Многократно В каждом поколении И Здесь вот ситуация Говорит Померь храм Измери Значит Жертвенник Измери Но внешний двор Внешний двор Не измеряй Он отдан Язычникам И слово Которое я услышал Это был как Крик такой Бегите С внешнего двора Убегайте Убегайте С внешнего двора Время укрыться Во святилище Еще раз Бегите С внешнего двора Христиане Время Укрыться Вбежать Во святилище Мы читали Во время хвалы Исаия Говорит Народ мой Войди Укройся В покое твоим Пока не пройдет гнев Давайте даже Зачитаю Сказать точно Где это Исаия 26 Глава 20 стих Пойди Народ мой Войди В покое Твои Запри За собой Двери Твои Укройся На мгновение До коли Не пройдет Гнев Смотрите О чем Вообще Речь На днях На этой неделе Я попадаю К мастеру Гитарному Отнес нашу Гитару С огнем На ремонт И это человек Мастер Он говорит Я не мастер Я доктор Мастер делает гитары Я их лечу Не называйте меня мастер Ладно Но это отдельная То есть человек У вся жизни Гитара Все Гитара И он Начинает мне Рассказывать За гитарой Ситуацию Пока там Осматривают гитару Какие-то Очень много И я сижу А я же как бы Играю на гитаре Но я даже Не могу сказать Что я там Гитарист какой-то То есть я просто Умею играть Я не посвященный В это дело Он рассказывал Как он Когда начинал Что он занимался Ну говорит В день 8-10 часов Говорит Я проводил с гитарой В сумме То есть целый Целый день Это посвящение И вот значит К чему я Он говорит Значит У меня есть гитара Гитара Моя Любимая Вот я уже Мне 40 лет Я вот Наконец-то У меня есть И он достает Значит Не гитару Он достает Гриф один Вот этот вот Гриф отдельно От гитары Вот он Где-то там У него лежит Достает Вот так вот Кончиками пальцев Говорит Смотри Начинает показывать Какая-то печать Там Что кто-то его делал В Америке Такая печать Стоит На у нас Он говорит Вот это вот Такие лады Говорит Значит Лады Это вот Вот эти Ну Железные Порожечки Значит Говорит Я там покупал С какого-то колокольного Этой латуни Я не могу ошибаться Может не латунь Но с колокольного И там значит И вот даже Когда кидаешь Он так И такой Как от колокольчика Такой звук И он мне это все Рассказывает И дал мне Я вот это держу И вот он Я понимаю Что для него Это какое-то Закровище Просто Ну Ценность Потому что Цены нету ему Он нам Когда рассказал Это и не гитара Это кусочек Только гитары И я держу И я понимаю Что я Для меня Он не представляет Никакую Я вообще не понимаю Вообще О чем шум Для меня Что этот Что тот За 3 рубля Такой же И я держу Думаю Хоть бы Как не уронить Там случайно Знаешь Что Ну Это святыня Для него Вот что-то Такое И значит Он Я говорю На Ну Круто Круто Да Вау А я ничего не понял Он забрал И я Он что-то там Рассказывает И мне Пришло Слово Не Бросайте Женчуг Перед Свиньями И не Давайте Святыни Псам В данном Случае Я Свиньей Был Потому что Я ничего Я не Понимал Ценности Этого То есть Я не говорю Что это Плохо Я не Обязан Это Понимать Но Вот Понимаете В контексте То есть Он дал Свою Святыню Псу Который Он не может Оценить То есть Я ее Могу Кинуть Там В угол Думал Что деревяшка Какая-то Отломанная От гитары Знаешь Сломанная Какая-то Гитара А там Ценности Оно Это Он Это Посылалось В Киев Там Что-то Делали Присылалось Назад Тут Что-то Дел Опять Отсылалось В Киев Опять Что-то Там Красили Вот Понимаешь Ну вот 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 Это Вот Там Денег Туда Столько Вложено В кусок Деревяшки Нормальный Человек Скажет Поехали Ребята Пойди Купи В магазине Гитару Доиграй Не Не Это Все Не То Звук Не То Порожечки В общем Я когда Сидел Я понял Когда Посвященный Общается С непосвященным Это Метать Бисер Перед Свиньями Это Бросать Святыню Псам Называется То есть Когда Драгоценные Божьи Откровения Несутся Туда Где на них Чхать Хотели И плевать Это То что Господь Сказал Не делать Не давать Святыню Псам Потому что Они Растерзают Вас И я Услышал Сильно Что Бог Будет Уходить С внешнего Двора Если Сегодня Еще Все Имеют Доступ К Откровениям К Служениям Служителям То Очень Скоро Многие Служители Закроют Своё Служение Для Внешнего Двора Ты Уже Не Заждешь На Ютуб И Послушаешь Когда Тебе Запреспичило Послушать Крюковского Не Будет Там Крюковского А где Крюковский А он Восвятилище И Кто Восвятилище Тот Слушает А мы Привыкли Взял Колбасы Взял Хлеба Сала И Послушать Новую Проповедь Димы Скорее Всего Если Сериал Пока Не Начался А Нету Новый А где Новый Канал Закрыт На Ютубе Нету Они Уйдут С Внешнего Двора То есть Фокус Внимания Божьего Будет Смещен С Внешнего Двора На Светилище И Многие Передовые Служения Будут Уходить С Внешнего Двора И Как Написано Люди Будут Ходить И Сказать Слово И Не Найдут Его Не Найдут А где Как Можно Возьмите Меня Ваше Общение Возьмите Меня Нет Двери Закрыты Сейчас Надо Думать Сейчас Надо Бежать С Внешнего Двора Что такое Внешний Двор Это Вот И Вашим И Нашим Это Одной Ногой Там Другой Здесь Это Бог Между Делом Между Перерывами Моими На Обед Это Когда Мне Удобно Во Внешнем Дворе Что там Творилось Когда Скиня Была Туда Любой Мог Прийти Любой Любой Зашел Овцы Козы Куры Коровы Очереди Стоят Байки Травят Анекдоты О привет Юрка Как Живись Знаете На служениях Аллилуйя У тебя А слава Господа И Вот это Все Но Во Святое Не мог Зайти Никто Кроме Священников Если Во Внешнем Дворе Толпень Непонятно Кого То Во Святом Могут Быть Только Священники Только Поэтому Сейчас Время Бежать В Священство Входить В Священство Входить В Призвание Внешний Двор Будет Отдан Язычникам Тех Кто Останется Во Внешнем Дворе Смешаются И Сольются С миром В Одно Целое Если Сейчас Еще Как-то Что-то Держится На плаву Вроде Я Верующий Вроде Я Христианин То Согласно Этому Слову Вещний Двор Отдан Будет Язычникам Он Превратится В мир Вавилон Христианский Там Будет Проповедоваться Такая Мерзость Которая Сейчас Мы Не поверили Если бы Нам сказали Что в это Верить Вот Это то О чем Джонер Тоже Последним Своем Обращении Говорил Заблуждения Будут Приходить Сильнейшие О которых Поверить Ты не мог Что В это Люди Могут Верить А В остальные Одия Был В остальные Одия Был Те Кто Останутся Во внешнем Дворе Кто Не войдет В священство Почину Милхиседека Смешаются С миром И будут Воевать Людьми Святилища То есть Что Сказал Ишуа Ишуа Сказал Следующее Ну как бы Его жизнь Показывала Что у него Никогда не было Проблем Как вот Тот же Джонер С грешниками Проблемы были С религией К грешникам Иисус Относился Терпимо Но Религию Он не терпел Нигде Вот это Фарисейство То есть Он Он Очень Ну как бы Не мягко С ними Общался Очень жестко Очень резко Поэтому Будет война Это Естественно Соединяясь С миром Наполнившись Духа Антихриста Оно будет Воевать С людьми Святилища И с зависти Что они Не там Но там Будет Слава И никто Не сможет Коснуться Если воли Божьей Не будет Кто Кто Безобежал В святилище Непосвященное Он бы Помер Там На пороге Почему Туда Ходили Только Окропленные Омытые Посвященные Священники Внешний Двор Наполнится Заблуждениями И духом Антихриста Имя Бога Будет там Хулиться А не Светиться То есть Святыня Святыня Она больше Не будет Даваться Самым Свиньям Вот А в чем это слово Если сегодня Человек Ощущает Что Ты ему О каких-то там Ценностях О каких-то там Измерениях То есть Для тебя Ты говоришь Когда с человеком Посвященным Ты видишь Вот это Как он мне дал Я не понимал Его цены Но я по ему Видел Что цены Нету ему Что он никогда Никому не даст Его и не продаст Ни за какие деньги Для него это Какая-то просто Такое что-то Но для меня Это было ничто Пустота То есть Для меня Это вообще Не Не имело Ценности Итак Святыня Больше не будет Дана Псам И свиньям Поверхностное Воскресное Легкое Христианство Погрузится Во тьму Поверхностное Воскресное Легкое Легенькое Христианство Такое Попсовенькое Погрузится Во тьму Какие еще В этом слове Я увидел Перемены Истинная церковь Не будет Больше Ориентироваться На толпу То есть То есть Если До сих пор Еще где-то Это сидело Побольше бы Людей В зале Побольше бы Вот чтобы Было больше Церковь У нас То есть Толпа Это Во внешнем дворе Вот где имеет Смысл Толпа Там Толпень Это круто Но во святом Там толпа Не нужна Там каждый Должен заниматься Своим делом А не тусоваться Там нет Места К тому Чтобы посидеть Потравить Байки Как у тебя там Юра Дома Как жена Как дети У семисвечника Стоят Да нормально Что там Телефон Дай Гитарного Мастера А сейчас Записываю Подожди Семисвечник Там нет Места Там Там Нет Ничего Другого Кроме Служения Богу Поэтому Вот это Легенькое Воскресное Христианство Погрузится Во тьму Больше Акцента На толпе Не будет Но на Посвященных Вот на ком Будет акцент Вот чего Будут искать Служители Посвященных Пусть их Будет Пять Десять Посвященных У Ишова Было Двенадцать Он Никогда Не Просил Да Приведите Побольше Что так мало Людей На служение Привели Акцент Будет На посвященных На святилище На священстве Устоять Вы Устоят В истине Только священники Находящиеся Во святилище Потому что Они будут ходить В славе Кто стоит В внешнем дворе Будет обольщен Очень легко Поэтому Бегите С внешнего Двора Вот сейчас Неопределившиеся Ребята Вроде уже Хочется больше И страшно И вроде бы Как в этой церкви Все понятно Приятно Но вроде как Чувствуют Что не то Что стоишь На месте Внешний двор То есть Сегодня я Служитель Завтра я Грешник Сегодня я Папа Завтра уже Мама То есть Неопределившиеся С двоящимися мыслями Не устоят Во святилище В посвящение То есть Крест Тотальное посвящение Богу Господь Возьми меня Забери меня Давайте изъятиль Девятую главу Что-то надо Надо ее В конце В принципе Ну вот все Вот слово Оно такое И вот в девятой главе Оно немножко Тоже похоже Похоже Смотрите Возгласил в уши Мои великим Голосом Говоря Пусть приблизятся Каратели города Каждый со своим Губительным орудием В руке своей И вот шесть человек Идут от верхних ворот Обращенных в север И у каждого в руке Губительное орудие И между ними Один одетый В льеную одежду У которого при поясе Его прибор Песца И пришли И стали Возле медного Жертвенника И слава Бога Израилева Сошла с Херувима На котором была К порогу дома Кстати Херувима Херувима То что видели Видела во сне Юля Да Жена Максима Севастополя Помните Это ж Серьезные вещи Для нас Потому что Их четыре Четыре лица Не три Не два Не пять Четыре И вот есть Знаете Есть такие ключи Которые работают Только Когда они все И вот Херувим Если у нас Какой-то один элемент Он ничего не откроет Два элемента Только когда соединяются Четыре Слава Слава Прибывает На четырех Не на двух Не на полноте Она не прибывает И эти четыре ветра Помните Связанные Ждут И слава Значит Бога Израилева Сошла с Херувима На которой была К порогу дома И призвал он Человека Одетого в леную одежду У которого при поясе Прибор писца И сказал ему Господь Пройди Посреди города Посреди Иерусалима И на челах Людей Скорбящих И воздыхающих О всех мерзостях Совершающихся Среди него Сделай знак А тем Сказал вслух мой Вслух мой Идите за ним По городу Поражайте Пусть не жалеет Око ваше Не щадите Старика Юноши И девушку И младенца И бейте И жен Бейте до смерти Но не троньте Ни одного человека На котором Знак И начните От святилища Моего Иначе Они не стих Старейшин Которые были Преддомом То есть немножко по другому Но суть та же Идет отсев Идет отделение Сейчас Открыты двери Но представьте Что Они закроются Представьте Что люди будут искать И не найдут Это значит Сейчас Это тяжело представить Как это я не найду Слово Божье Как это может быть Здесь интернет Забит Конференции Школы Да что хочешь Книги Навалом Все Джойнер только записал У себя на даче Там обращение Я уже его смотрю На русском Через три часа Дожились На русском Уже девушка Перевела Выложила Но придет момент Представляете Когда А нету слова А ну-ка на ютубе Там-да-дам Там-да-дам Да что ж такое Сломался гугл Ничего не может найти Потому что А ну Бог ушел С внешнего двора Вы понимаете Во внешнем дворе Ничего не построить Сейчас идет призыв Много званых Много званых И Бог зовет всех Всех Вот мы сейчас пели Приди-приди Бог зовет Призыв идет Но придет момент Как в новом ковчеге Бог запечатает дверь Иной бы и рад Да и уже закрыто Там не было Физического замка Не было Засова такого И ключа То есть Господь закрыл Господь открыл Ой А я ж Всю жизнь откладывал Думаю Вот-вот стану Священником Починул Сейчас Сейчас С понедельника Ладно уже Со следующего года Да ладно Что там уже Вот до пенсии И я все В священство С головой Честно Вот Как бы Клянусь Бац Уже Все Тук-тук Нету Где учителя Где священник Они укрыты И потом Там же в откровении После того Как вот я Один Сту главу Прочитал Смотрите Как идет дальше Смотрите Как идет дальше И явилось На небе Великое знамение Жена Облеченная В солнце Двенадцатого Под ногами Ее луна И на главе Ее венец Из двенадцати Звезд Она имела Во чреве И кричала От боли Ему К рождения И вот Другое знамение Явилось на небе Вот большой Красный дракон С семью головами Десятью рогами И на головах Его семь Диадем И хвост Его увлек С неба Третью часть Звезд И поверх На землю Дракон Этот встал Перед женою Которой Надлежало родить Дабы Когда она родит Пожрать Младенца И родила Она младенца Мужского пола Которому Надлежало Пасти все народы Жезлом железным И восхищено Было Дитя Ее К Богу И к престолу Его А жена Убежала В пустыню Где приготовлено Было для нее Место Чтобы питали Ее Там Тысячу Двести Шестьдесят Дней То есть Что-то Будет Скрыто Что-то Будет И уже Такой свободы Не будет Пошел Зашел Захотел Вышел Со святилища Сейчас Надо бежать Во святое Святых Бежать Во святилище Входить В священство Я не просто Мирянин Не просто Прихожанин Я священник Починанный Садека Как мой Господь Если нет Значит я Наверное Не его Очень часто На хвале Знаете Какое я слушаю Если в принципе Мне Сейчас Иисус Не особо Тай нужен Он Мне В вечности Не нужен То есть Если я вот Сейчас Живу так Что мне Ну как бы Не сильно Тай Иисус Он и нужен Я его В вечности Не увижу Может буду Спасен Но я его Видеть не буду Представьте Я тебе Я тебе не был Нужен В этой жизни Ты приходил Ко мне Раз Два В году Когда тебе Совсем Уже Становилось Туго Ты не Жаждал Не любил Меня Ты не Ненавидел Но не Было Любви И будут Те Которые Будут Видеть Лицо Его Постоянно А будут Те Которые Видимо Не будут Видеть Поэтому Жаждать То есть Посвящение Чтобы Когда Тот же Дима Криковский Он много Как тот Гитарный мастер Он достает Какие-то Откровения Он делится Ими Да не только Дима Многие Кто сейчас Показывают И посвященный Оценит Вот если бы На моем месте Сел посвященный Он бы там С завистью И зашелся Держа этот Вот Вау Вот это Да Вот это Счастье Обладать Оно не играет Там струн нету Там Это только Заготовочка Это все То есть Посвященные Друга будут Понимать И вот Будет Вот это Соединение Слово Вот такое Потому что С внешнего двора Фокус будет Смещен Служения Будут уходить С внешнего двора Очень скоро Ютуб Он будет Очень закрытый Если он еще будет Очень скоро Откровения Перестанут Вот так вот Валяться Кто хочет Там зашел Насрал В комментариях Что-то Кто-то там Оценил Сказал Вау Для меня Это ценность То есть Не давайте Святыни Псам Кто такие Псы Язычники А внешний двор Будет отдан Псам Язычников Те Кто останутся В внешнем дворе Смешаются С язычниками Останутся Псами Вместе с ними Можно Да Быть христианином При этом Оставаться Собакой Оставаться То что Да плевать мне на эти откровения Я пришел потусоваться Пришел увидеть там Братьев Сестер Потереться Попрыгать Хорошо провести время Поэтому и слово такое ждут Легенькое такое Ни к чему не обязывающее Попкорн Скажи аминь Я недавно включил Одного харизмата Ну вот Рома его хорошо знает Учился у него В библейской школе Ну послушать Мне было интересно Проповедь называется Птичку жалко Недавно Вспоминали этот момент Что нехорошо Оторваться от коллектива Думаю Ну мне интересно Я просто в туалет пошел Думаю Послушаю Посижу Коротенькое И я понял Вау Как я отвык Уже от харизматической Этой подачи Скажи послушание Послушание Что-то зачем это говорить Ну чтоб ты Как бы Он понял Что ты понял Он будет Развлечений нет А то какое-то такое Как будто тебя Ведут на таком На поводке Каком-нибудь Выбора вроде нет А если не хочу Говорить сейчас Вроде как бунтар Если такой сидишь Вот это всегда Помню Ну как бы уже все Слово Пообщаемся Всегда Знаете что Что вот это Не знаю откуда Я вроде не был Но мне всегда Претело Когда говорит Поднимите руки Смотри Мне аж специально В карманы Хотелось их засунуть Такое Что я сам могу решить Когда мне поднять Зачем это Вроде как знаешь Но когда смотришь Вот на сцене Да И кто-то говорит Поднимите руки Весь зал поднял руки Это так красиво Это ну душе приятно Это видеть Вроде как Мы все в одном поры А на самом деле Он поднял руки А вот там неизвестно Что в сердце Фрицев Да Момент Вообще давайте помолимся Сейчас по слову И будем общаться Господь мы молимся Чтобы Конечно нам Прежде всего К кому это слово Обращено К тем Кто его будет слушать Потом где-то Через интернет Чтобы нам Чтобы нам действительно Быть уверенными В том Что мы Во святилище Чтобы нам Продвигаться Глубже В святилище Во святое святых Чтобы проводить Там время Как можно больше Чтобы даже Наши мысли Они были там Мысленно Просто находиться Во святилище Даже если тело Оно где-то Там работает Ездит Чем-то занимается Но чтобы наше Внутреннее естество Наш невидимый человек Он находился Во святилище Чтобы не где-то Мы мечтали Там куда-то поехать Что-то купить Но жаждали тебя Жаждали видеть Славу твою Видеть как Исполняется Воля твоя Видеть как ты радуешься Когда дети твои Ходят в истине Видеть как церковь Приносит плоды тебе Мы молимся Господь Чтобы действительно Больше твоего народа Они ушли С внешнего двора Они поспешили Во святое Святых Во святилище Да кто-то там Будет оставаться Кто-то будет Служить Этим людям Но это время Заканчивается Время бежать С внешнего двора Потому что Он будет отдан Язычникам И они будут Попирать его Мы молимся Господь Чтобы дети твои Укрылись Во святилище Чтобы народ твой Он укрылся В славе твоей В твоей святости В твоей истине В твоем Духе святом В твоей чистоте В этом девственном Посвящении Тебе Своей жизни В священстве Почину Мелки Сын Декабис Во имя Юдей Вавхей Спасибо тебе Господь За время Которое Ты все еще Даешь Но время Коротко И как сказал Твой ангел Времени Больше не будет Времени Больше не будет Приходит Конец Приходит Рубикон Приходит Это граница За которой Нет больше Времени Нет больше Шансов И сейчас Надо решать Где ты С кем ты Куда ты Идешь Идешь ли ты В посвящение В крест В святость Божию Или ты Остаешься Барахтаться С этим миром Его похотя Определись Церковь Определись Божий народ Определитесь Священники И служители Его Бегите Во святилище Бегите Во святое Святых Простирайтесь В небеса Если вы Воскресли С ним Ищите Вышнего Ищите Горнего Вселяйтесь Просто В эти Небесные Сферы Переселяйтесь Туда Своим Духом И душой Прибывайте Там В Его Присутствии Днем И ночью Днем И ночью Днем И ночью Аминь 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 Знаете Когда Молились Во вторник Я увидел Как вот Эта женщина Она родила Младенца И дракон Он стоял Чтобы Сожрать Его То есть Он ждал Сейчас Он появится Маленький Ну что Он беззащитный Я его Уничтожу И я увидел Что Вот в случае С апостольством Что Левиафан Это вот Этот враг Всех Младенцев Который призван К апостольскому То есть Он именно Старается Сожрать Апостола Пока он еще Зеленый Пока он Младенец И через что Гордость Гордость Высокомерие То есть Если Я еще Такой Не оперившийся Но я уже Чувствую Вот этот Потенциал Апостольства Такого И я Начинаю Гордеть Я начинаю О себе Думать И ходить Такой Я То есть И Съел Съел Смотришь Сгорел Человек То есть Все эти Ребята Там Не буду По имени Перечислять Но мы Пересекались И потом Они сгинули Они призваны Были Реально К апостольским Вещам То есть Даже в том Зеленом Вот Незрелом Состоянии Не смогли Толпы Поднять За собой Убедить Их Даже В глупости В которые Они поверили Но враг Их поймал На гордости Поэтому Вот этот Левиафан Это одна Из его Целей Это Пожрать Младенцев Апостольцев То есть Апостольских Младенцев Кто призван К этому Но еще Он Слаб И немощен Поэтому Пусть Господь Хранит Нас От всякого Преждевременного Фальстарта Успеха И вот эти Ограничители О которых Была речь Они будут Сниматься По мере Зрелости Тебе Дается Больше Видели Как эти Хоккеисты Когда он Начинает Только играть В хоккей У него Такая маска Аж Такая В решеточку Вся То есть Все лицо Оно Закрыто Потому что Он неопытный И он может Очень легко Получить Потом Остается Одна Вот Это Глаза Закрыты Такое Стекло А уже Самые Такие Прожженные У них Вообще Ничего Нет У них Открытые Лица Такие Без Забрала Уже Там Рубятся Есть Такой Этот Ролик Стоит Хоккеист По моему Ну Я их имена Хоккеем Не увлекаюсь Но он Стоит У бортика Значит Наблюдает За матчем И его Прилетает Шайба Сюда В челюсть Просто И он Так Покривился Что-то Там И дальше Смотрит То есть Потом Это Они выловили Его Операторы Следят Он Сел Что-то Зуб Что-ли Достал Что-то Такое То есть Такая Мелочь Знаете Шайбы Поможем Получить То есть Нет Такого Как-то Вом Марок Упасть От боли То есть Такая Уже Рядовая Ситуация Прилетела Там А им Жен Постоянно Там Уклюшка Эту шайбу Эту плечу По лицу Спасибо 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 Уклюшку Уклюшку